Добрый день дорогие друзья вы на телеканале Ютон ТВ программа тема дня меня зовут Александр Вальдман Министерство экономики Израиля и Центральное статистическое управление или бюро Израиля несколько дней назад ввело определение это так теперь называется ввело определение базовая корзина потребительских товаров то есть потребительскую корзину как сообщается в нее войдут цитирую наиболее популярные сети израильских семей товары народного потребления цены на которые будут анализироваться в и сравниваться каждый месяц в различных торговых сетях вот этот ноу-хау израильское изобретение потребительской корзины мы сегодня и обсудим и не только его обсудим с одним из руководителей общественного движения за право пожилых репатриантов хази таково за достойное будущее Александром Берманом Александр рад вас приветствовать добрый день Добрый день Александр я для начала процитирую министра нашей замечательной экономики Эли Коэна из партии Кулану вот по поводу введения понятия потребительской корзины он сказал следующее потребительская корзина публикации которой мы начинаем сегодня центральным социалистическим бюро станет эффективным инструментом отслеживания динамики цен израильскими потребителями это дополнительный инструмент по воспитанию потребительской сознательности среди потребителей конец цитаты там еще много чего наговорил у меня к вам вопрос как человеку который давно тоже занимался проблемой потребительской корзины в Израиле скажите министр вот сделав подобное заявление расписался своей собственной несостоятельности вместе с центральным статистическим управлением потому что потребительская корзина в мировой экономике совсем другой показатель там совсем другие вещи он характеризует вы понимаете Саша так же как во многих так сказать направлениях человеческой деятельности существует дуализм мы здесь имеем дело совсем с двумя разными потребительскими корзинами потребление то что сейчас обсуждается это не вредная вещь это подсказка покупателю куда стоит обращаться за более дешевые цены совершенно то есть это реклама торговых сетей фактически да ну в какой-то степени борьба против прополей понимаете чтобы скажем я живу рядом с таким магазином где цены очень завышены потому что здесь находится большой очень дом дом для пенсионеров хостель большой и они этим пользуются люди без машины здесь завышается цена и в этом смысле это полезно но это не имеет отношения к тому что мы с вами там 11-12 лет добивались к НЭС и те Саши шла о том что государство должно разбить так сказать разные слои населения выделить несколько слоев населения и следить за как меняется корзин потребление чтобы для слабых слоев компенсироваться это другая история для нас актуальна но мы до нее по-настоящему еще не добрались хотя вот за послед два года эти проблемы комиссии КНЕС это проблемам пенсионеров которые возглавлял Наша с вами задача добиться все таки чтобы наше правительство и наше министерство взяли в голову то что поджигали патрианты их около 200 тысяч живут ниже черты бедности это необходимо исправить и один из механизмов исправления это вычисление корзины потребления пожилых людей ну вот такого социально слабого очень актуально в связи с этим я хочу сказать что как раз 27 января этого года но сегодня у нас 24 через три дня исполняется ровно 10 лет когда мы встретились с премьер-министром это было накануне выбора в КНЕС 18 и нам он объяснил что счастье пожилых репатриантов вызвано тем что страна не подготовилась и произошел системный сбой условия жизни очень тяжелая это необходимо исправить и обещал что если он станет премьер-министром он это исправит вот как раз мы в связи с этим направляем ему письмо которые подписали многие руководители общественных организаций о том что сегодня у него есть возможность выполнить свое обещание потому что в сентябре прошлого года министерство интеграции положили на стол кабинета министров программу улучшения жизни пожилых репатриантов в основу этой программы положены результаты работы межминистерской комиссии представлявшуюся элькиным 25 лет назад и дополнительные дополнения выработанные уже министерством под руководством СССР вот сегодня премьер-министр вооружен всем необходимым эта программа тогда оценивала 2 миллиарда шейки или мы ее оцениваем вообще-то 3,5-4 миллиарда шейки и я думаю что задача очистных организаций всех пожилых репатриантов сейчас когда готовится выбор добиваться от всех партий которые говорят что они будут защищать интересы пенсионеров и злых репатриантов чтобы добились реализации этой программы то что касается корзина потребления в том смысле как мы ее понимали чтобы она отслеживала драконизму и одновременно повышала пособия по старости в частности автоматах НАСА это вот один из подходов которые до сих пор реализованы которые мы должны с вами вместе в общей неустойчивости добиваться и реализовать ну вот вы хорошо это напомнили Саша это было с премьер-министром вы общались 10 лет назад а закон о потребительской корзине был подан в кнессет в марте 2008 года профессор нудельман тогда был председателем парламентской комиссии поле абсорбции он подавал этот законопроект там совершенно четко все было прописано в соответствии с международными стандартами и там же в этом законе говорилось что потребительская корзина это индикатор бедности в стране прежде всего а если мы смотрим на нашу потребительскую корзину которую министр экономики ввел в обращение то у нас получается все хорошо там потребительская корзина всего 907 шекелей если я не ошибаюсь стоит всего 60 с небольшим видов товаров и услуг в то время как в других нормальных странах назовем это так в Соединенных Штатах более 300 товаров и услуг во Франции более 400 в Германии более 500 это что издевательство над здравым смыслом когда нам пытаются одним понятием заменить другими Саша мы должны с вами вместе днем усиления пользуясь средствами информации включая интернет как бы провести ликбез среди пожилых репатриантов чтобы они знали об этом не только в сегодняшней передаче чтобы могли читать эти материалы подковываться понимаете это одна из задач вот я столкнулся с тем что вышла эта программа улучшения жизни пожилых репатриантов это впервые такое сделано когда на столе кабинета медицинских за 30 лет положена такая программа а наши люди ее не знают поэтому я обращаюсь ко всем кто нас слышит вы можете с ней ознакомиться мы разместили эту программу на нашем сайте сайт называется поисковике пенсии и патриантам в Израиле по-русски в любом поисковике пенсия и патриантам в Израиле попадете в этот сайт и можете там в последних известиях в течение нескольких дней найти подробности этих предложений этих программ, которые комплексные решаются очень многие проблемы и проблему съемного сырья предлагается так решать и проблемы ускоренного накопления пенсии и патриантов я не буду сейчас все перечислять вы там найдете наконец там же размещено наше письмо премьер-министр с которым мы обращаемся к нему с призывом все-таки рассмотреть эту программу и реализовать мы пишем ему каждый год из жизни уходит тем с половиной тысячи пожилых и патриантов которые так и не дождались справедливого решения их проблем так и не дождались что премьер-министр выполнил свои обещания поэтому сегодня очень активно чтобы правительство нынешнее правительство следующее которое придет в результате выборов это сделало я хочу добавить к этому что два дня назад в жизни ушел один из наших подвижных коллег и друзей Ефим Кипнис в течение 12 лет он создавал одну из самых массовых общественных организаций подвижных и патриан это все израильское объединение беженцев колоколста это объединение свое отделение в 35 городах страны вчера вечером в Афуле значит были похороны Ефим Кипнис был мэр города Афуле было два депутата к месту это Талия Косков и Константин Развозов пришло несколько сотен пожилых репатриантов из разных городов приехали Ефим Кипнис очень много хорошего сделал для старшего поколения репатриантов люди не забудут его это я должен сказать вот такими людьми славен вся наша община которая помогает очень много чтобы помочь другим людям Саша еще один вопрос во-первых да будет благословенно память Ефим Кипниса возвращаясь к теме разговора изначально к потребительской корзине опять же во всех странах мира где есть такое давно уже существует определение потребительская корзина состав потребительской корзины определяет парламент страны как правило раз в год или раз в два года когда у нас дойдут до этого чтобы именно парламент определял а не волонтаристскими методами как это сегодня сделано в министерстве экономики абсолютно безграмотное решение на мой взгляд но тем не менее его везде пытаются рекламировать и проталкивать когда придут к этому когда в конце концов сделают так как во всем мире потребительская корзина определяется для трех социально-демографических групп для работающих людей для детей для пожилых людей вы знаете вы знаете Саша Израиль выглядит очень некошерно в виду других развитых стран именно с точки зрения того как много среди премьеров тех кто живет ниже черной бедности которые заполняют пожилые и патриархи со мной и так как в этот период выбор у нас осталось по-моему два с половиной месяца около трех месяцев наше движение будет встречаться со многими руководителями идущих на выборы и вот проблема создания корзины потребления привязанной чтобы рассчитывалось чтобы пособие по старости та или другая составляющая привязана к этой корзине один из способов решить проблему бедности в среде пожилых и патриантов мы будем поднимать этот вопрос перед ними потому что нам было обещано что еще год-два и мы вернемся к этой проблеме и сделаем тогда 12 лет назад мы были помощником Михаила Нудельмана председатель комиссии полиабсорбции и очень много лично вы сделали чтобы можно было еще тогда продвинуть вопрос ну вот мы постараемся сейчас сделать следующие шаги вы входите в наш актив ученики видимо будем делать это вместе спасибо большое за это интервью спасибо Александр всего самого доброго здоровья и до новых встреч спасибо всем здоровья это самый главный залог что мы дождемся когда все наши проблемы будут решены спасибо спасибо всего доброго спасибо вам друзья что были с нами всего доброго до новых встреч 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 добро до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...